Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Bov Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, так же ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Потом переходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо сплэш. Напомню то, что сплэш используется с ключ-системой, старый без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать сплэш. Значит после того, как установили какой-то чит, в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. И на данный момент есть один скрипт, к сожалению я больше не нашел, потому что режим новый. И пока что скриптов на этот режим особо нет. Короче, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру. Так, открываем чит. Далее заходим в настройки и смотрим обязательно, чтобы у вас была функция включена. Называется она FixKickError. Потому что если у вас эта функция не будет включена, с большой вероятностью у вас вылезет ошибка с киком. И если эта ошибка вылезает, то в игру вы сможете зайти только через час. Вот, так что нужно, чтобы обязательно эта функция была включена. И дальше выбираем любой DLL, который хотите. Этот скрипт работает на любом DLL. Вот, ну я как обычно использую корнел. Напомню то, что этот DLL тоже с ключ-системой. Но он больше поддерживает скриптов, чем VR-Devs. Дальше в чит вставляем скрипт. Нажимаем Inject. И ждем пока заинжеримся. Все отлично. Получилось заинжектистом. А далее нажимаем кнопочку Xcode. И вот появляется скрипт. Так, ну что, давайте тестить. Я уже перед записью проверял его. Все работает, все четко. Значит, смотрите. Первым делом мы нажимаем на Select зона. И выбираем зону, на которой вы хотите фармиться. Но у меня пока что доступна только первая. Я выбираю первую. А дальше включаем Auto Collect. И включаем Auto Attack. И смотрим, что происходит. Все, как видите, фарм автоматически пошел. Также есть прикол в том, что этот скрипт может сработать. Ну, то есть, автофарм может сработать на какой-то сильный предмет. У которого очень много жизней. И у вас фарм, естественно, идти не будет. Ну, то есть, он идет, но он будет очень долго идти. Вам монеты никакие прибавлять не будут. Точно я не знаю, как здесь фарм работает. Либо в области той, где у вас рядом предметы какие-то стоят. Либо полностью по всей зоне. Насчет этого точно не знаю. Как видите, уже прошло довольно много времени. И у меня монеты перестали прибавляться. Вот, сейчас мне много начислили. Значит, я сломал какой-то большой предмет. То есть, вот прикол в этом может быть. То, что скрипт может сработать на какой-то предмет, у которого много жизней. И вам придется долго ждать, пока вы его сломаете. Но если у вас урон маленький. Так, давайте соберем тут бонусы какие-то есть. Нифига себе, мне тут все его понадобили. Можно также, получается, бусты активировать. Сейчас найдем, где они здесь. Х2 монеты. Х2 гемы. Дамаг двойной. И удачу можно тоже активировать. Отлично. Так, теперь нажимаем суперспид. Подбегаем к яйцу. Будем открывать, получается, за 2500. Давайте автофарм пока отключим. Уйду на расстояние, чтобы я не смог открыть яйцо. То есть, на большом расстоянии попробуем его открыть. Форест яйцо называется. Заходим в автохэтч. И ищем это название. А, тут даже не название. Тут сразу цена написана. Окей. Выбираем, получается, 2500. И включаем автохэтч. И, как видите, на большом расстоянии автооткрытие работает. Это очень круто. И очень удобно. Так, все, я выбил пэтов каких-то. Так, значит, одеваем вот этих пэтов. Все четко. И теперь можно включить автоатаку. И, по идее, я сейчас намного быстрее должен ломать все предметы. Они же силу прибавляют, вроде бы как. Но, по идее, да, должны силу прибавлять. Вот, как видите, сейчас опять долго не прибавляются монеты. Это потому, что скрипт начал атаковать какой-то сильный предмет, у которого много жизней. Вот, 10к сразу сдали. Отлично. Также есть вовшоп. То есть, чтобы вот сюда каждый раз не въехать, вы можете на расстоянии эту кнопочку нажать. И попадаете в магазин луков. Так, мне получается, новую зону надо открыть. Окей, давайте я быстренько новую зону открою. И посмотрим, работает ли автофарм на второй зоне. Ну, естественно, должен работать. Выбираем теперь вторую зону. Я не знаю, как долго я здесь буду ломать предметы, но давайте проверим. Ну, пока что непонятно. Мне за что-то начислили. А, вот, все. Да, здесь, как видите, тоже работает. И получается, на других локациях тоже автофарм работает. Только с каждой локацией все больше и больше жизней у предметов будет. Ну и, в принципе, на этом все. Все функции показал. Довольно простенький скрипт, но зато удобный. Когда буду на этом заканчивать. С вами, как всегда, был Аизбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. На этом все. Всем удачи и пока. Пока.